Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. На поселке Котовского женщина разбилась насмерть, спасаясь от пожара и пытаясь спуститься по балкону с 9 на 8 этаж. Из-за узкого проезда, бетонных блоков и огромного количества припаркованных машин, спасатели не смогли подъехать к дому и установить автолестницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Сообщение о возгорании в квартире на улице Героев обороны Одессы поступило в службу спасения около половины 10 утра. Пожар вспыхнул возле входной двери, поэтому 33-летняя женщина, арендовавшая квартиру, не смогла выбраться наружу. Она попыталась спуститься на балкон 8 этажа, но сорвалась и разбилась насмерть. Причину пожара устанавливают эксперты. А накануне также в Суворовском районе с балкона 7 этажа выпрыгнул мужчина. По предварительным данным, он покончил с собой. На улице Давида Ойстраха прохожие обнаружили возле девятиэтажного жилого дома тело 50-летнего мужчины. Он выпрыгнул с балкона своей квартиры на седьмом этаже. Открыто уголовное производство тела погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Весенняя засуха продолжает наносить сокрушительный удар по сельскому хозяйству Одесской области. Самое тяжелое положение на юге, где погибло более 80% посевов. Аграрии Бессараби сообщают о двойных убытках. Из-за потери урожая и долгов перед пайщиками земля под большинство фермерских хозяйств взята в аренду. Более подробно ситуацию выясняли наши корреспонденты. Без дождя и полива. Все эти пожелтевшие гектары пшеницы – фермерские хозяйства местных аграриев. Посевы уже не спасти. Как говорят специалисты, природные осадки озимам уже не помогут. Но они жизненно необходимы для проведения весенней посевной кампании, поскольку сеять пшеницу, ячмень и рапс в сухую землю бессмысленно. До этого сеяли, озимы выскакивали. Но в этом году не было зимней влаги, вообще ни снега, ничего. И сейчас тоже дождя нет. Даже не знаем, что сеет дальше. Обычно выскакивали на зимах на пшенице, на ячмене. Так, яровые сеяли поменьше, подсолнечная кукуруза. Сейчас уже тоже не знаем, что сеет, как сеет. Сегодня у местных аграриев нет возможности выплатить даже арендную плату за паи, за счет которых живет большинство крестьян. Григорий Колев основал свое фермерское хозяйство в селе Кубей в прошлом году. У 70 пайщиков взял в аренду 125 гектаров земли. В зерна для посева этой весной вложил собственное средство. После весенней прибыли должен был рассчитаться за аренду земли. Погибли посевы. Посевов сейчас у меня почти нет. И мне сейчас и не пахать, и не посеять денег нет. Дальше развиваться нечем. Но это одна проблема. Но самая большая проблема в том, что у меня пайщики. А сегодняшний день пайщики в селе живут на что? Пенсия там полторы тысячи. И они ждут от своего паева что-то получить и прожить. Там даже той бабушке или дедушке хотя бы курочку просмотреть, педушка, что какие-то яйца иметь, с чем-то питаться. А в этом году даже я не имею понятия, что я могу им дать и чем они будут жить, люди эти. В связи с изменением климатических условий эксперты в области агропромышленного комплекса все чаще начинают заявлять о том, что для спасения посевных необходимо развивать систему капельного орошения. В свою очередь аграрии акцентируют. Средним фермерам самостоятельно с такими масштабными проектами не справиться. А скажите, система полировки вообще была? Нет, у нас не была и не предвидится, наверное, у нас. У нас очень далеко, мы далеко от этого, от рожительной всей системы, от Дуная получается. Мы должны получить куда-то воду, а мы далеко очень находимся. Все должно государство протягивать воду, делать рожительные системы, чтобы помогать фермерам. Самотушки воду вы не проведете? Мы не сможем провести, потому что это все на уровне государства. В Министерстве экономики разработали план помощи сельскохозяйственникам. Однако, по мнению фермеров, в нем нет конкретики и четких дат. Аграрии не знают, когда и на что могут рассчитывать. А ждать фермеры не могут. Один из них уже добровольно ушел из жизни, объяснив свой шаг в предсмертной записке невозможностью рассчитаться с долгами. Для того, чтобы урожай не зависел от прихоти природы, в Одесской области необходимо восстанавливать оросительные системы, говорят специалисты. Ведь сегодня эффективное земледелие в нашей степной зоне без орошения стало практически невозможным. В то же время оборудование большинства оросительных систем, трубопроводы, гидротехнические сооружения, построенные еще в 50-е годы прошлого века, технически и морально устарели, отмечают эксперты. Тем не менее, даже в таких условиях специалисты делают все возможное, чтобы увеличивать площади орошаемых земель, подчеркивают эксперты. В этом году водохозяйственные организации региона подготовили 115 гектаров орошаемых земель, обеспеченных государственными миллиардативными системами. Это почти в три раза больше, чем в предыдущие годы, говорят специалисты. В тех условиях, в которых мы сегодня находимся, и в тот момент, когда вопрос о подаче воды на поля станет очень актуальным. Есть все шансы, что будет восстановлена внутренне господарская мережа водокористовщиков, и насосная станция может подавать воду на поля. В работу запускаются насосные станции, которые не эксплуатировались уже 5-10 лет. Например, готова подать воду эта насосная станция в Беляевском районе. Мы находимся на насосной станции Дністровского межгородного управления водного господарства. Дана насосная станция нараза не подает воду на поля, но она поддерживается в рабочем состоянии, и в разе потреб, в разе наявности заявок водокористовщиков, мы можем включить насосное силовое обладнание и подать воду на поля. На жаль, мы не впевнены в целесности внутренней господарской мережи, которая приедена к этой насосной станции, и не впевнены, что водокористовщики могут собрать эту воду. Госводоагентство, несмотря на сложные экономические условия, удерживало насосные станции в рабочем состоянии. Но вот смогут ли воспользоваться этой водой аграрии, во многом зависит от работы местных властей, отмечает Лилия Гричулевич. Проблема в том, что внутренние господарские мельюративные мережи не готовы подавать воду на большинство из полей, которые потребуют сегодня. Это ответственность местных органов, это ответственность тех, у кого на балансе внутреннюю господарская мережа. И, на жаль, через то, что в определенный период, в долгий период, эти мережи разкрадались, за ними не было достаточно догляда, и они не готовы технично подавать воду. Мы на сегодня имеем много проблем с тем катастрофическим станом врожаев на полях Одещины. Весна в этом году не радует теплом. В прошлые годы многие одесситы обычно в мае начинали по-настоящему пляжный сезон. Вода успевала хорошо прогреться, стояла почти летняя жара. Но, несмотря на теплую зиму, лето не спешит. Сейчас небо затянуто тучами, атмосферный фронт, который достиг города в среду, принес дожди и грозы. В ближайшие несколько дней такая погода в Одессе и области сохранится. Синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем не поднимется выше 21 градуса, а ночные температуры будут опускаться до 7 градусов тепла. Стоит отметить, что самая высокая температура за последние 130 лет фиксировалась в этот день в 1946 году свыше 31 градуса, а самая низкая в 1964. В Одессе было всего чуть больше 2 градусов тепла. Несмотря на то, что, судя по прогнозу, в область пришли дожди, это проблему аграриев не решит. Здесь необходим комплексный подход. В частности, один из основных проблемных вопросов региона – расчистка подводных каналов к насосным станциям, что будет гарантировать подачу воды даже при низких уровнях Днестра и Дуная. А для этого необходимо приобрести специальную технику, которая позволит расчистить подводящий канал главной насосной станции, которая обеспечивает подачу воды на сельхозугодья Беляевского и Авидеопольского районов, говорят специалисты. Через этот канал, который ведет к насосной станции, проходит вся вода, которая подается на поля Беляевского и Авидеопольского районов. И сегодня этот канал требует внимания специалистов. «Канал замолений, внаслідок тривалої эксплуатації и таких явищ, как згинно-нагинно явища, з Дністра в каналі дуже великі обсяги мулу, який треба почистити. На жаль, у нас немає специализованої техники, яка могла би забезпечити цю расчистку. І ми прийшли на сьогодні до ситуації, коли ми можемо втратити той невеликий обсяг води в Дністрі, який ми на сьогодні маємо, через неможливість подачи цієї води через канал». В связи з засухою, поливной сезон в этом году был начат на місяць раньше обычного. І уже по состоянию на май, количество подаваемой на поля води по сравнению з прошлым годом увеличилось в 5 раз, подчеркивают експерты. Обсяг водних ресурсів, який забирається з Дністра щорічно на зрошення, складає біля 40 мільйонів метрів кубічних води. Необхідно врахувати, що в цьому році через значну посоху за квітень-місяць аграрії забрали вже в 5 разів більше води, ніж вони брали в минулому році. Тому ситуація, яку ми спостерігаємо на річках з низькою водністю, заставляє всіх разом шукати шляхи вирішення проблем, і державатегінство в тому рахунку приймає дуже активну участь у допомозі аграріям. Екологічні проблеми становяться причинами проблем економічних. І в цьому році ситуація особливо обострилась. Якщо не предпринять цей комплекс мер, як по спасенню рек регіона, так і по обустройству мільйонративних систем, послідствием можуть бути найсерізніші, предостерігають експерты. На Черемушках в результате аварії пострадал пожилой водитель. На пересечении улиц Варнинска и генерала Петрова столкнулись автомобиль Митсубиши и мопед Ямаха. В результате ДТП травму получил 70-летний водитель мопеда. Мужчину доставили в больницу. А в Лиманском районе в результате ДТП погиб ребенок. Он ехал на пассажирском кресле мопеда. В селе Фонтанка столкнулись легковой автомобиль и мопед. В результате аварии погиб 10-летний мальчик, пассажир мопеда. По предварительной информации, отец мальчика, который был за рулем мопеда, выехал на встречную полосу и столкнулся с вазом. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Еще одна смертельная авария в Аведиопольском районе. Столкнулись легковушка и грузовик. Водитель «Жигулей» погиб на месте. В Великодолинском на автодороге Одесса-Белгороднестровский грузовой МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Жигули». В результате аварии погиб 65-летний водитель легковушки. Его жена, которая сидела рядом, получила незначительные травмы, сообщили в полиции. И вновь о мопедах, а точнее об очередном недисциплинированном водителе в Одесской области. Полицейские преследовали водителя мопеда, который ехал, нарушая правила дорожного движения. А когда нарушителя задержали, выяснилось, что он пьян и к тому же вооружен. Возвращаясь домой от друга из старой Некрасовки, 30-летний житель Болгородского района сел пьяным за руль мопеда, а с собой прихватил наркотики и огнестрельное оружие. Увидев патрульных, нарушитель попытался скрыться, но безуспешно. Документов на мопед у нарушителя не оказалось, зато при себе он имел амфетамин и пистолет. Открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. В Одесской области 8 новых случаев коронавируса за сутки. Заболели трое одесситов и пятеро жителей районов. Общее число заболевших в регионе – 792. Выздоровели 32 одессита. Продолжают болеть 136 горожан. В Украине в целом резко выросло число заболевших. За сутки подтверждены 354 новых случая инфицирования. Это почти на 100 больше, чем днем ранее. Умерли от осложнения инфекции 16 украинцев. 323 выздоровели. Тем временем карантин в Украине продлили до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили. В частности, с 25 мая запускают метро, а с 22 мая городской и пригородный транспорт. Работа транспорта будет возобновляться в пять этапов. С 22 мая регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая перевозки пассажиров в метро. С 1 июня запустят поезда и заработают межобластные автобусные маршруты. А с 15 июня возобновится авиасообщение. В то же время остаются в силе требования персональной безопасности, среди которых масочный режим, температурный скрининг работников, и постоянная дезинфекция транспорта. Кроме того, Украина частично открывает границы. Возобновят работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. С 22 мая полноценное движение восстановится на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Временно закрытыми остаются пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Белоруссией. Специалисты продолжают прогнозировать, как повлияет пандемия коронавируса на ситуацию в мире и в отдельных странах. По данным ЮНИСЕФ, в Украине более 6 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности. Затруднительное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми, а ухудшение экономической ситуации тяжелее всего скажется на многодетных семьях, одиноких родителях с детьми, семьях с детьми до 3 лет и одиноких пенсионерах старше 65 лет. В связи с этим ЮНИСЕФ призывает президента Владимира Зеленского, парламент, правительство и местную власть принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19. Но пока на повестке дня у украинских парламентариев продолжение обсуждения вопроса об игорном бизнесе. Его планируют рассмотреть 21 мая. В первом чтении в январе законопроект поддержали 260 народных депутатов. Принятие закона может позволить организацию и проведение азартных игр, считают эксперты. Учитывая, что огромное число жителей страны остались без работы и без средств, Возможно, ситуация, что в случае легализации игорного бизнеса люди станут проигрывать последние деньги в надежде на легкий выигрыш. А это еще больше усугубит напряжение, как финансовое, так и социальное, считают эксперты. Пока страны ЕС договариваются с Украиной о спецрейсах для сезонных рабочих, Некоторые украинцы уже едут на заработки своим ходом. Эксперты предупреждают об определенных трудностях и советуют пока не спешить отправляться за рубеж. Из-за сложности передвижения добраться до места назначения будет весьма проблематично. Во-первых, это может влететь в копеечку. А во-вторых, даже если удалось добраться до места назначения, существует вероятность оказаться на самоизоляции за свой счет. Самая главная перешкода, которая сейчас есть для украинцев, которые шукают работу за кордоном, это отсутствие нормального международного транспортного сообщества. Только после того, как уже начнет нормально работать транспорт, и автобусы, и потяги, и летаки, тогда украинцы уже смогут достаться до тех стран, где они захочут работать. Главное, чтобы они там работали официально и в никакой разе не согласились на нелегальную работу. Между тем, украинское правительство уверяет, что ведет переговоры со странами ЕС по организации прямых спецрейсов для украинских гастарбайтеров. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в интервью иностранным СМИ. Все больше и больше рейсов отновляются, и авиационных мы сейчас работаем над автомобильными и за летничными рейсами. Переважно мы говорим с нашими партнерами из Европейского Союза. Вылетели рейсы на Лондон, вылетели рейсы на Хельсинки, вылетели рейсы на Немеччину. Мы говорили не только с странами Европейского Союза, например, я договорился про определенную количество работников в Израиле. Точное число граждан, которые планируют или уже воспользовались чартерными спецрейсами, министр не назвал. Привел только приблизительные данные. Например, на Австрию планируется 802 люди не точно. В деяких странах нет такой точной цифры. Мы говорим о Финляндии от 12 до 15 тысяч за весь этот период до серпня. В Немеччине сложно сказать, в силу федеральную австрию, каждый федеральный земля запрошу по-своему. В Чехии наших працівників – це найбільша етнічна група, яка перебуває там. Мы уявляємо, про які цифри ми говоримо. Це від сотень людей до десятки тисяч людей. Пока массового оттока українських заробітчан не наблюдается. Сейчас, в отличие от докарантинного периода, для трудоустройства необходимо иметь целый пакет документов, открытую рабочую визу или разрешение на работу. От поездки воздерживаются и многие из тех, кто уже имеет необходимые документы. Их сдерживает необходимость двухнедельной самоизоляции и сложность проезда. В весьма сложных условиях во время карантина оказались многие предприниматели, особенно представители мелкого и среднего бизнеса. Люди остались и без работы, и без денег. Тем, кто имеет детей в возрасте до 10 лет, из бюджета государства выплатят финансовую помощь. Финансовую помощь на детей получат только те, кто зарегистрировал предпринимательскую деятельность в 2019 году и не имеет задолженности по уплате единого социального взноса, подчеркивает Елена Китайская. То, на жаль, на них ця допомога распространяется не будет. Размир помощи зависит от возраста ребенка. Если это дитина до 6 лет, то размер цієї допомоги 1779 грн. в месяц. Если это дитина от 6 до 10 лет, то 2218. В мае дополнительные выплаты из бюджета были связаны не только с карантином. Участники Великой Отечественной войны получили деньги ко Дню Победы. Кроме того, из городского бюджета Одессы выделено 57 миллионов гривен для выплат детям войны. Все одесситы, чье детство пришлось на нелегкие военные годы, их в городе 57 тысяч получат по тысяче гривен. Как их выплачивают, после новостей в программе «Тима дня» рассказывает директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская. Я хочу звернутися, бо дуже хвилюються на сьогодні діти війни, що вони ще не отримали цю тисячу гривень, яку передбачила программа. Чому? Тому що виплата йде поетапно. На сьогодні профінансовано 22 млн. ми розпочали виплату дітям війни з тих категорій, які отримують пенсію через поштове відділення. Бо це потрібна доставка, це потрібен час. Зараз отримують, доставка буде проведена тим, хто через поштове відділення. І до кінця місяця ми перерахуємо вже на рахунки в банковських установах. Там вже зарахування йде протягом дня, тому це буде дуже быстро. Тому кожна людина, яка має статус дитина війни, вона до кінця травня отримає цю допомогу тисячу гривень. Якщо може бути така ситуація, що є якісь моменти, у яких своєчасно не отримана ця допомога, то потім необхідно буде звернутися до управління соціального захисту і це буде виправлено. Може, хтось там адресу змінив і не надав нам відомості, що… Ага, ці гроші розпускаються. Так, тобто ці гроші не пропадуть і в будь-якому разі до кінця року вони будуть виплачені. Але людина вже, якщо вона не отримала з якихось причин, то вона повинна про це повідомити, щоб ми повторно їй надіслали ці гроші. Тому до кінця травня, щоб всі не хвилювалися, всі виплати будуть здійснені, всі наші діти війни отримують цю тисячу гривень. Возле железнодорожного вокзала коммунальщики демонтирують разделительный отбойник. Як сообщили в Горсовете, його восстановят после техніческого обслуживання. Расграничитель полос движения возле железнодорожного вокзала установили в 2016 году. В Суворовському районі погиб пешеход, його збила маршрутка прямо на зебре. Личность мужчины устанавливають правоохранители. На улице Черноморского казачества автобус выехал на пешеходный переход на красный свет и сбил мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Открыто уголовное производство. Личность погибшего устанавливается. Наглость второй части. Одессит угнал чужую машину и средь бела дня почти успел разобрать ее на запчасти. Но завершить начатое не успел. Хозяин авто вызвал полицию. 35-летний Одессит отбуксировал автомобиль Ауди, который длительное время был припаркован возле одного из жилых домов в Малиновском районе, в безлюдное место и начал разбирать его на запчасти. Местных жителей, которые поинтересовались, что он делает с машиной их соседа, мужчина заверил, что позаботится о ней, пока владелец не появится, и даже оставил свои контактные данные. Как только владелец машины узнал о пропаже, то сразу обратился в полицию. Правоохранители нашли похитителя. Автомобиль изъяли, а в отношении автовора открыли уголовное производство. В центре города задержали водителя-наркомана. На спуске Маринеска, где проводятся ремонтные работы, автомобиль дачи «Логан» угодил в люк и врезался в гору щебня. В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что на спуске Маринеска автомобиль дачи «Логан» заехал на территорию проведения ремонтных работ. Прибывшие патрульные задержали водителя и выяснили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. При нем нашли два шприца с жидкостью и три ножа. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. Пополнение в одесском зоопарке. Накануне там родился олененок. Малыш появился на свет днем и за первыми минутами его жизни смогли понаблюдать посетители зоопарка. Сейчас он чувствует себя превосходно. Находится рядом с заботливой мамой. Детеныш родился у пары китайских мунжаков. Примерно до четырех месяцев олененок будет находиться на молочном вскармливании, после чего постепенно перейдет на растительную пищу. Имя малышу сотрудники давать не будут. По традиции его назовут одесситы. В рамках конкурса «Дай имя малышу». Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.